В Евпаторийском музее мировой скульптуры, которая находится под открытым небом в Шелковичном сквере, состоялась презентация выставки «Любовь и жизнь», посвященная искусству Республики Эквадор, независимому государству, расположенному в экваториальной зоне западной части Южной Америки. В этот день сюда пришли заместитель городского головы Евпатории Валерий Батюк, поэты литературного объединения имени Сельвинского, журналисты, а также друзья директора музея, известного в городе художной гайоскульптора Леонида Захарова, истинного поклонника искусства Эквадора. Непосредственно сама выставка разместилась в галерее великих людей планеты. Здесь можно было увидеть оригинальные скульптуры из деревоценных пород, в основном отражающие тематику любовных взаимоотношений, а еще разные портреты и маски. Леонид Захаров рассказал гостям о том, что давно и серьезно интересуется Эквадором. Там живут доброжелательные и открытые люди с богатым внутренним миром, культурой и традициями. Он семь раз посещал эту страну, общался с местными жителями, изучал их обычаи и нравы. В начале этого года Леонид Захаров летал в Латинскую Америку по приглашению Министерства культуры Эквадора. Президент страны Рафаэль Корея, представители власти, культуры и общественности заинтересовались Евпаторийским музеем мировой скульптуры и непосредственно галереей великих людей планеты. Захарова за его истинный интерес к культуре их народа и популяризацию великих людей Латинской Америки наградили орденом. Зарубежные друзья также одобрили идею проведения в Евпатории выставки, посвященной искусству Эквадора. Из поездки Леонид Петрович привез особо понравившиеся ему скульптуры. Некоторые из них ему подарили в Министерстве культуры, другие он приобрел в городе скульпторов Сан-Антонио и на специализированных рынках Вабака. Все они уникальны и в них нет ничего европейского. В своеобразных работах искусственные мастера эквадорских цехов, предприятий и фирм, серьезно занимающиеся скульптурой, реалистично передали пластику человеческого тела и внутренний мир своих героев. Заместитель городского головы Валерий Батюк от лица представителей власти, горожан и гостей курорта тепло поблагодарил Леонида Захарова за его служение высокому искусству и преданность профессии. Он отметил, что на фоне других музеев Евпатории детище Захарова отличает сильно выраженный авторский характер по задумке, теме и всей составляющей части. По поводу открывшейся выставки Валерий Батюк считает, что она ярко отражает совершенно другой мир и менталитет жителей Латинской Америки. Скульптуры из дерева просто восхитительны и приоткрывают занавес в творческую лабораторию искусственных мастеров Эквадора. Гости выставки тоже сказали директору музея слова благодарности, поэты читали свои стихи и в знак признательности дарили ему авторские сборники. В конце презентации все сфотографировались на память, причем Леонид Захаров позировал в национальном костюме эквадорца. Друзья пожелали виновнику торжества еще не раз побывать в Латинской Америке, куда постоянно рвется его душа, и в ближайшем будущем осуществить все задуманные планы, в том числе создать каменные скульптуры бывшего президента Венесуэла Уго Рафаэля Чавеса и знаменитого борца за независимость испанских колоний южноамериканского континента Симона Боливара. Субтитры создавал DimaTorzok